Это, знаете, ещё у родителей бывает такая штука. Я недавно, знаете, одну такую вещь понял. Кто-нибудь стеснялся своих родителей? Папу, маму из-за того, что он пьёт, из-за того, что там ещё что-то? Стеснялись, да? И прям вот стыдно в гости кого-то позвать, или в школу, когда приходят, не дай бог поймут, да? Знаете, когда так дети делают? Это тогда, когда родитель несчастный. Если родитель чувствует себя несчастным, дети стесняются своих родителей. И поэтому, когда ребёнок вырастает, мы хотим сделать, осчастливить своих родителей. Вот у мамы не было там пальто, на тебе пальто. У мамы не было квартиры, на тебе, мама, квартиру. Хочешь машину, на, мама, машину. А есть родители, которые говорят, я никуда не поеду. Ты говоришь, поехали, мы вас отвезём, путёвку возьмём. А они говорят, мы никуда не поедем. Вот у меня папа такой, я к вашим пиндосам не поеду. Живите сами. И он тем самым, это я сейчас говорю, для чего говорю, потому что очень много людей, у кого сейчас с детьми. И когда ты отказываешь своим детям в том, чтобы они тебя как-то помогли тебе, или как-то куда-то свозили, или что-то тебе показали, или что-то купили, ты лишаешь их возможностей. Короче, вы лишаете своих детей вас отблагодарить. И это, знаете, я просто его так сильно люблю, поэтому ничего не хочу у него брать. Возьми. Возьми от собственного ребёнка путёвку, возьми там пальто, возьми. Единственное, не вымогайте, да? То есть есть родители, которые вымогают ещё. Поэтому если ты родитель, не вымогай с ребёнка, когда надо будет, он сам даст. Если не даёт, пусть сам живёт свою жизнь. Но когда он к тебе придёт, мама, давай, я тебе путёвку, поехали, и ты скажешь, я никуда не поеду, то ты лишаешь его возможности отблагодарить тебя, и ты лишаешь его лишней энергии. Потому что это даст ему энергию ещё на какое-то время. Продолжение следует...